Добрый день, дорогие телезрители и радиослушатели. Мы сегодня опять вместе с вами в рамках авторской передачи «Профессор. Доступно-важном» в студии Ким Кемен Александр Николаевич, доктор юридических наук, профессор. Как вы знаете, сегодня образовательные структуры в некой форме происходит определенная перезагрузка, переосмысление, как мы учим, как мы воспитываем. Ну и с этой точки зрения у нас были встречи с ректором Северо-Восточного федерального университета, с нашими ведущими профессорами Савиновым Андреем Савичем, Башарином Карлом Георгиевичем. Ну и сегодня у нас в студии Людмила Николаевна Сой, кандидат в филологических наук, доцент, руководитель Якутского колледжа инновационных технологий. Я бы мог сказать шире, в целом образовательного классера, где наличствует лицей, где получает среднее образование, колледж, ну и высшее учебное заведение в партнерстве с московским вузом. Ну, хотелось бы, Людмила Николаевна, вас поприветствовать, поблагодарить за ваш отклик, за то, что вы пришли в эту студию. Но у меня традиционный вопрос, когда мы встречаемся с гостями, мы обращаемся к ним с просьбой немного рассказать о себе, потому что становление каждого человека, тем более руководителя образовательного учреждения, это интересно людям. Ну и, конечно, мы всегда исходим из того, что сфера образования, науки – это очень интересная сфера. В то же время огромная ответственность, да, обучать, воспитывать. Пожалуйста, о себе, как вы пришли в науку, вообще в сферу образования, какие у вас есть чувства, получаете ли вы удовлетворение от той работы, которую вы выполняете. Спасибо, Александр Николаевич. Спасибо за приглашение. Ну, я действительно, надо сказать, что в образовании, конечно же, уже долгое время пребываю в системе образования. Началось всё с Якутского государственного университета, куда я поступила на филологический факультет, и закончила его с красным дипломом. И благодарна очень этому факультету за то, что он заложил действительно во мне основы любви к науке, к менеджменту в образовании. То есть я училась у таких замечательных педагогов, профессоров, как Николай Георгиевич Самсонов, как Клара Уфшина-Варшавская, Мира Яковлевна Мишлемович, Марта Георгиевна Михайлова и многие-многие другие прекраснейшие преподаватели. До сих пор преподает на филологическом факультете наш любимый Анатолий Алексеевич Бурцев, профессор, доктор наук. И вот учёба у этих, я не побоюсь этого слова, суперпрофессионалов, она, конечно, многое мне дала. Потому что вообще говоря о старой советской системе, вузовского образования и вообще образования, надо сказать, что её никто не превзошёл до сих пор. И это признают и зарубежные авторы, учёные. И, конечно же, вот сейчас целая армия филологов, я думаю, которая выпустилась в своё время из стен филологического факультета университета, подтвердят это. Помимо филологов, университет готовил и готовит сейчас журналистов, конечно же, поэтому сейчас вот в коридорах в коридорах нашей национальной вещательной компании и в Доме печати я встречаю выпускников нашего факультета, да, журналистов прекрасных. Поэтому я считаю, что вот филологический факультет Якутского госуниверситета – это вот наша альма-матер, это та школа, через которую прошли многочисленные, талантливейшие педагоги, журналисты, филологи. Поэтому я всегда с большой любовью вспоминаю годы учёбы и наших преподавателей и бесконечно благодарные. Ну, а затем после окончания университета я буквально два года проработала в средней школе, и затем меня Марта Георгиевна Михайлова пригласила поработать в университете уже в качестве ассистента, а затем старшего преподавателя. И поначалу я преподавала русский фольклор и древнерусскую литературу. Это дисциплины такие базовые для каждого филолога. Мы тоже многочисленные через меня прошли курсы филологов, которые с удовольствием на первом курсе ставили свои представления в фольклорных вечерах. У нас прекрасный был ансамбль «Русская устья», где мы, используя записи фольклорных экспедиций в арктические районы, значит, мы ставили сценки, пели песни, танцевали, то есть, ну, прекрасно проводили время. И до сих пор вот мои выпускники вспоминают эти чудесные мгновения. Ну, а затем нас судьба свела в 90-е годы с нашим уважаемым, незабвенным Леонидом Ирмановичем Левиным. Он в то время был ведущим специалистом в области рекламной индустрии у нас в республике. И, конечно же, не без его помощи мы начали работать вот по направлению рекламы и связи с общественностью. Ну, поначалу мы встречали, конечно, большое сопротивление, потому что даже московские специалисты со страхом говорили, что на филфаке готовить рекламщиков и пиарщиков – это нонсенс. Вот. Но мне удалось доказать в Москве в нашем учебно-методическом объединении МГИМО о том, что филологи вполне могут готовить и рекламщиков, и пиарщиков. И в то время, значит, руководитель объединения учебно-методического и ректор Борисов, значит, он всё-таки пошёл навстречу нам и подписал наши учебные планы, согласовал. И мы вот сделали первый набор в 98-м году. Так называемое открыли отделение Форд. Сейчас я тоже знаю, что многие наши рекламщики тоже наверняка вспоминают эти годы учёбы на филологическом факультете. В чём была особенность этого курса? Прежде всего делался упор на классическое образование. Поэтому у нас слоган был «Классическое образование в классическом вузе». То есть специализация была новая, очень востребованная, очень модная. А базовое образование, филологическое образование – это основа основ, работа со словом, любовь к слову. Это всё будущим рекламщикам и пиарщикам очень пригодилось. Ну и, конечно же, практику мы проходили в рекламных компаниях города. Леонид Ирмейч очень нам помогал именно с базами практик. И вообще как талантливейший педагог, у него, кстати, педагогическое образование было, и как талантливейший лектор, он очень часто, очень интересно рассказывал нашим студентам о вот таком живом процессе создания рекламных текстов и так далее. Ну и затем мы открыли кафедру рекламы и связи с общественностью при непосредственной поддержке Анатолия Николаевича Алексеева. В то время он очень нам помог, я до сих пор очень благодарна ему, потому что он всячески поддерживал вот эти новые направления. То есть это, ну, не каждый ректор, не каждый, сама по себе знаю, да, что не каждый ректор будет прям так поддерживать, продвигать какие-то новые начинания, безумные идеи. А вот он, не знаю, может, потому что он историк, он как-то смело шёл на все эксперименты. Значит, ну вот мы доказывали ему, что это важно, что это коммерчески будет выгодно. И действительно мы для филфака зарабатывали деньги тогда. Такие сложные времена, это была хорошая поддержка нашим преподавателям. И вот Анатолий Николаевич как раз очень мощно нас в этом смысле поддержал. Спасибо ему за это. Вот, ну и, конечно, Анатолий Алексеевич, Владимир Михайлович Переверзин. Вот хочу я его тоже, конечно же, вспомнить. Это декан, который вот именно в 90-е годы помогал продвигать эти новые специальности. Прекраснейший он литературовед, и в то же время у него менеджерские хорошие были тоже такие свойства, таланты. И он тоже вот помогал, продвигал, чем мог, значит, обеспечивал в те сложные годы. Это отсутствие компьютерной техники вплоть до бумаги. Значит, всё приходилось добывать, всё приходилось, значит, покупать и так далее, договариваться. Так что вот с такими прекрасными людьми мне посчастливилось начинать вот эти вот новые, открывать новые направления. И многое это мне дало, общение с этими людьми, конечно же, и опыт менеджерской деятельности в области образования. Ну и затем я познакомилась буквально в начале 2000-х годов с ректором Иркутского тогда Института народного хозяйства, позже Байкальского университета, прекрасным человеком Винокуровым Михаилом Алексеевичем, который поначалу предложил на нашей базе открыть курсы повышения квалификации, вот, а затем он предложил внезапно, значит, мне возглавить, создать, возглавить здесь филиал Байкальского университета, что я и сделала в 2003 году, параллельно совмещая, конечно, работу в университете, и затем, значит, вот, строя, надстраивая, значит, пятый этаж на филфаке, тоже была такая, в общем-то, грандиозное дело, которое поддержал Анатолий Николаевич и Анатолий Алексеевич. И вот там мы и начали расти, затем мы открылись во дворце детства, в центре города, а поскольку Байкальский университет, ранее Иркутский университет народного хозяйства заканчивали многие-многие наши и политические деятели, экономисты, то вот это был очень хороший пиар, и народ, в общем-то, пошел достаточно активно. За годы, надо сказать, за годы существования филиала мы тоже около 10 тысяч, пожалуй, студентов выпустили, да, если не больше. За это время мы построили массу учебных корпусов, не без помощи, конечно же, головного вуза, да, то есть на Байкальском, на Вилюйском тракте до сих пор вот остановка Байкальский университет существует, потому что там вот эти корпуса, построенные нами, они вот до сих пор служат людям. Вот, ну и затем по известным причинам история затянулась, Александр Николаевич. Нет, нормально, это очень интересно. Ну, по известным причинам Министерство образования начали, значит, закрывать филиалы, крушить, я бы сказала так, уничтожать. Были, конечно, филиалы слабые, это понятно, были фиктивные, полуэффективные. Ну, а наш филиал, в общем-то, всем был известен, он действительно материальной базой занимался профессорско-преподавательским составом. Мы защищали очень много диссертаций за время существования нашего филиала. Но, к сожалению, нам пришлось закрыться. И это произошло еще в связи со сменой ректора в головном вузе. Наш прекрасный Михаил Алексеевич, он ушел уже на пенсию. Ну, и вот все так сложилось, что нам пришлось открывать новый вуз. Это Восточно-Сибирский институт экономики менеджмента, который до сих пор существует. И, по сути дела, многие байкальцы у нас доучивались. Мы дали им такую возможность, они доучивались у нас, защищались затем через московские вузы, в частности, вуз Синергия с нами долго работал. Ну, и вот такими, значит, очень сложными путями мы все-таки пришли к тому, что наш действительно образовательный кластер сейчас состоит из трех как бы ступеней. Это первое – это Восточно-Сибирский лицей, где мы обучаем детей с первого по девятый класс. Затем Якутский колледж инновационных технологий, где дети к нам приходят после девятого и одиннадцатого класса. Ну, и Восточно-Сибирский институт экономики менеджмента, который совместно с Академией права и управления и производства, простите, город Москва, значит, вот мы выпускаем студентов, даем им образование качественное, я считаю, достаточно, и непрерывное. И защищаем, они получают дипломы московского вуза. Замечательно. Вот, конечно, жизнь, она состоит из различных перипетий, да, это жизнь прожить не поле перейти, тем более вы, когда работаете в такой сложной сфере, как образовательные услуги. Ну, расскажите вот про ваш образовательный класс с точки зрения вот научно-педагогического состава, професско-преподавательских, кто такие там работают. Ну, нам действительно повезло в том смысле, что очень многие преподаватели и сотрудники Байкальского университета, они плавно, так сказать, перекочевали Восточно-Сибирский институт экономики менеджмента, а затем и в Якутский колледж инновационных технологий, который был, кстати, создан в 2009 году еще, и многие преподаватели совмещали работу. Да, поэтому профессорско-преподавательский состав наш очень такой квалифицированный. Есть и кандидаты наук, есть доктор наук у нас, прекрасный Василий Васильевич Рогожин, доктор биологических наук, значит, кандидаты наук, Гусак Сергей Николаевич, кандидат исторических наук, Рогожина Татьяна Васильевна, кандидат медицинских наук. То есть у нас очень много преподавателей с первой и с высшей категорией, да, что важно для среднепрофессионального образования. Ну и надо сказать, что для нас очень важно то, что у нас очень много молодежи. Вообще вот средний возраст наш – это 40 лет преподавательского состава. И многие наши преподаватели учились у нас. То есть вот мой заместитель директора по учебно-производственной работе Игорь Петрович Каштанов, он буквально вот с колледжных, так сказать, с молодых ногтей начинал помогать нам в работе. И вот дорос до заместителя директора, да. Это и Дарья Александровна Зайцева, ну и многие другие. Очень важно, что они вот этот дух корпоративный, скажем так, единый дух единства со своей «Альма-Матер» они вот пронесли сквозь время. И они очень хорошо, качественно очень работают. Многие наши выпускники это очень радует. Многие уже сейчас защитили, значит, магистрские диссертации. Сейчас готовятся некоторые к защите кандидатских. Так что вот молодежь у нас, мне очень нравится, что они растут, что постоянно они что-то придумывают, какие-то новые траектории образовательные, предлагают новые программы к лицензированию. Значит, если говорить о наших программах, то так сложилось исторически, что у нас как бы два отделения крупных. Это отделение юриспруденции, где реализуются сейчас две программы правоохранительная деятельность и право социального обеспечения на базе 9 и 11 классов в колледже. И туда вошли многие преподаватели, которые преподавали еще в Байкальском университете и сейчас преподают в Восточно-Сибирском институте. И необходимо отметить, конечно же, нашего Василия Николаевича Васильева, почетного судью в отставке, который сейчас является заместителем председателя Совета ветеранов города и республики. И надо сказать, что он очень большую работу проводит и в отделении, при организации конференций различных, ведет профориентационную работу его многие прекрасно знают, он уже по всем школам, значит, города, пригородов проехал. Значит, по республике тоже он очень много ездил. Ну да, это действительно очень активный человек. И мы вот после короткой рекламы с вами продолжим нашу интересную беседу. Действительно, профессорко-преподавательский состав – это звено основное, как говорится, которое сказывается на качестве образования. Еще раз приветствую дорогих телезрителей и радиослушателей. И у нас сегодня в программе профессор «Доступно о важном» гость Людмила Николаевна Сой, кандидат в филологических наук, доцент, директор Якутского колеца инновационных технологий. Вот вы рассказали о том, что сегодня ваш образовательный класс состоит из лицея, колледжа, ну и вот вузовского, так сказать, образования. А вообще на какой материальной базе-то вот все это происходит? Ну, я уже сказала, что частично, значит, мы занимались на площадях Байкальского университета, затем построили на улице Лермонтова жилой комплекс соната над озером, и на первом этаже, значит, у нас были учебные площади. Затем город, значит, у нас под, значит, школы выкупил эти площади, и на вырученные деньги мы приобрели отдельно стоящее здание на 203-м микрорайоне. Вот, жилое здание было, его мы полностью переделали, полностью реконструкцию сделали, надстроили дополнительный шестой этаж. Вот, и, значит, вот три года уже мы практически в центре города находимся. И это прекрасно, потому что до Вилюйского тракта, конечно, добираться было далеко. Далековато, а сейчас все-таки практически в центре, и в таком молодежном, скажем так, районе. Вот, позапрошлом году мы построили свой спортивный зал, и это сразу же, так сказать, облегчило нашу участь. Если раньше мы в Якутской епархии, значит, арендовали зал, то сейчас мы уже самостоятельно проводим занятия в нашем зале. Он оборудован, значит, всем необходимым. Есть там и условия для занятия стрельбой тиром, электронным тиром. Вот, так что практически, если говорить о учебных площадях, то три с половиной тысячи квадратов сейчас у нас, и это позволяет нормальный такой качественный процесс учебный вести. Ну и, конечно же, с точки зрения того, что второе отделение нашего колледжа посвящено, вот именно работа посвящена компьютерным технологиям. Называется это отделение нашей экономики, менеджмента и компьютерных технологий. Но сейчас мы уже переименовываем название, даём другое, потому что основа сейчас работы, основные специальности – это, конечно, всё, что связано с компьютерными технологиями. Это веление времени, это запрос нашего потребителя. Большой очень конкурс летом у нас на бюджетные места, которые Министерство образования немного выделяет, но выделяет, спасибо ему. Значит, мы таким образом набираем на первый курс около 300 студентов, да, и они вот 4 года у нас практически обучаются, вот, и, конечно же, мы должны были создать все условия для их нормальной работы. Если юристы, экономисты могли сидеть, так сказать, за партами, ну, пользоваться, естественно, интерактивными досками, экранами, то, конечно же, для программистов, для специалистов в области безопасности, которых мы готовим, да, конечно же, необходима была мощная компьютерная техника. Вот, поэтому мы оборудовали 4 больших компьютерных класса, значит, по 50, по 60 посадочных мест, закупили новую технику и программное обеспечение, конечно же, да, и что позволило нам, в общем-то, вот эти большие группы, значит, будущих специалистов-программистов, специалистов в области компьютерных технологий и компьютерной безопасности, значит, вот обучать. Буквально недавно мы оборудовали свой актовый зал, то есть мы закупили большой, значит, LED-экран, закупили хорошую звуковую аппаратуру, и сейчас, в общем-то, наш внеучебный отдел очень рад этому обстоятельству, потому что сразу, конечно, преобразился и актовый зал, и качество, значит, звука, изображения очень нас радует. Ну вот вы начинали свою работу и очень многое сделали для позитивного имиджа республики, да, ну и на сегодняшний день, наверное, в вашем образовательном кластере эта работа в какой-то мере продолжается. Вообще расскажите, какие у вас проходят студенческие конференции, есть ли у вас какое-либо издание, может быть, научный журнал? Ну да, по имиджированию наша работа была очень такая активная, на базе университета мы проводили многочисленные конференции и фестивали Дени Пиар в Якутии, наверняка многие слышали о них, вот, и мы приглашали очень много специалистов, специалистов-пиарщиков, специалистов, значит, в области рекламы, продвижения региона. И я думаю, что мы, в общем-то, достаточный вклад сделали в деле, в дело, скажем так, имиджирования республики, то есть узнаваемость республики, она, конечно же, в Центральной России началась, я думаю, более активно этот процесс, да, и очень хорошо, что после вот этих вот встреч, после этих конференций очень много начали как раз говорить об имидже Якутии, что такое, значит, образ Якутии, начали говорить о слогане, значит, там, о логотипе и так далее, о бренде, да, и это очень хорошо. И сейчас я считаю, что вот и якутское кино этому способствует сейчас, да, и, в принципе, да и природа Якутии способствует тому, что Якутия очень узнаваема сейчас, да, и очень популярна. Я думаю, что всё-таки будущий бум туристический, он у нас ещё впереди. Хотя у нас, конечно, сложная, сложная, конечно, у нас и инфраструктура, и сложные, конечно, погодные условия, но всё равно Якутия манит, привлекает. Вот смотрите, вы сегодня становитесь центром проведения различных республиканских олимпиад по профессиональному мастерству. Несколько слов про это скажите. Да, у нас проводится на нашей базе олимпиада по профмастерству, то есть именно по укропнённой группе специальностей по юриспруденции, значит, по право социального обеспечения и по правоохранительной деятельности. Буквально на днях вот такая конференция, такая олимпиада у нас прошла. Ребята показывали свои умения, решать логические тесты, задания, эссе, даже задания по стрельбе в нашем электронном тире были. То есть вот такая олимпиада, я считаю, что она как раз необходима для наработки будущего профессионала в этой области. И также у нас очень активно мы сами участвуем в олимпиадном движении профессионалитет, WorldSkills, бывшие профессионалы. И надо сказать, что вот уже на протяжении нескольких лет наши студенты именно по информационным технологиям занимают призовые места, вторые, третьи места. Вот в этом году буквально на днях по компетенции интернет-маркетинг наша девочка заняла третье место. Это тоже нас очень порадовало. Так что в олимпиадном движении мы активно принимаем участие. Ну вот здесь как раз-таки проглядывается качество работы вашего профессионального преподавательского состава. Вообще вот как вы видите совершенствование внеучебной деятельности? Какие формы работы применяете? Более современные, как вы говорите, отвечающие вызовам сегодняшнего дня? Ну, конечно же, вот надо сказать, что мы, в отличие от многих наших западных коллег, вот в Якутии в частности, да, я считаю, мы сохранили, конечно, очень такое трепетное отношение к внеучебной работе, воспитательной работе, потому что это действительно важная составляющая вообще образования, да, воспитательная работа. И у нас и в Якутском госуниверситете, затем в Байкальском, и сейчас у нас очень большое внимание уделяется вообще различным фестивалям. Значит, у нас проводится фестиваль совместно с православной нашей церковью, фестиваль «Вера, Надежда, Любовь», например, да, которая, значит, которая и воспитывает вот этот фестиваль, ну, уже по названию понятно, да, что этические нормы. Да, 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 уважительные отношения к истокам. Да, да, да. И далее мы, конечно же, не пренебрегаем волонтёрской работой, да, вовлечением студентов в волонтёрскую работу, потому что помощь больным, помощь обездоленным, это очень важно для молодого человека, для становления его личности. Очень долгое время мы помогали школе-интернату номер 34, да. Очень долго мы боролись за то, чтобы, значит, в здании они соответствующе побыстрее переехали, да. И сейчас строительство ведётся на Сергея Лягском шоссе здания этого интерната. Дети приходили в Новый год, значит, поздравляли детишек с ограниченными возможностями здоровья, да. То есть вот этот процесс, я считаю, что он очень важный. И дети, главное, сами, студенты, помнят, постоянно об этом собирают вот эти подарки, значит, ходят в интернат. Так что вот это, я считаю... Тропинка проторит. Да, это очень важно. И те ждут, а ребята ждут. Да, и ребята ждут. Сейчас, к сожалению, вот они переехали в другое место, но в скором времени, я надеюсь, снова здание. Вот у вас достаточно тесное взаимодействие с Якутским региональным отделением Русского географического общества. Какие вот у вас есть совместные проекты? В чём вы соучаствуете в этой организации, которая имеет огромную историю? Да, у нас вот в этом году 110-летие Якутского отделения Русского географического общества. Я вхожу в правление нашего отделения, да. И, конечно же, поскольку у нас реализуется программа «Туризм», конечно же, нам это очень интересно. И наши проекты по имиджированию, да, наши проекты, связанные вот с продвижением образа Якутии, это всё тоже вот в этом общем интересе. Сейчас вот на данный момент у нас проводится... Мы принимаем участие, наши студенты в географическом диктанте. До 100 человек принимают участие с большим интересом, да, то, что проводит РГО. Далее военно-полевые сборы с элементами, значит, там ориентирования на местности, да, тоже очень важное, интересное такое мероприятие. Ну и сейчас мы возрождаем наши, значит, известные в своё время конкурсы. Это «Тайны Якутии». Это конкурс видеосюжетов. Он буквально вот в ближайшее время будет опубликовано положение, и мы надеемся, что, значит, мы среди учебных заведений в первую очередь, конечно же, да, распространим. Ну и все желающие могут принять участие о тайнах, загадках, красотах нашего края. Здорово. Людмила Николаевна, вы человек с очень активной жизненной позицией, и мы знаем вас как одного из сопредседателей Якутского регионального отделения Общероссийского народного фронта, немного расскажите. Вот сегодня мы, конечно же, переживаем непростые времена, вопросы патриотического нравственного воспитания выходят на первый план. Нам бы очень хотелось услышать ваше видение в этом направлении. Да, мы работаем в нашем отделении, Якутском отделении Народного фронта, сейчас называется более такое употребляемое, скажем так, название Народный фронт в Якутии. Мы нашим штабам очень активно сейчас, конечно же, пытаемся обратить внимание наших сограждан на помощь нашим воинам, которые находятся в зоне спецоперации. Ну, помимо прочих проектов, которые также ведутся, это мониторинг состояния системы образования, в частности, вот то, что мы делаем, это мониторинг капремонта школьных зданий, это мониторинг состояния здравоохранения зданий больниц, ФАПов. Это сейчас в первую очередь, это, конечно, помощь военнослужащим, семьям военнослужащих, которые находятся вот в зоне СВО. Это первое очередное. Наши ребята, участники, сотрудники штаба и участники молодежки, так называемые, это молодежное крыло ОНФ, они сейчас помогают безвозмездно, значит, семьям военнослужащих заготавливают дрова, убирают снег, значит, и собирают все, что возможно для фронта, для победы, что называется, да. Сейчас вот буквально за последнее время ОНФ, Народный фронт, собрал полтора миллиона рублей для помощи, для закупки, значит, необходимой техники, оборудования для наших земляков, якутян, которые находятся в зоне СВО. Буквально вот сегодня мы утром вместе с нашими коллегами загрузили, догрузили два УАЗика, которые будут направлены в зону СВО, со всем необходимым, то, что может пригодиться нашим воинам, якутянам. Это и спальные мешки, это и рюкзаки, это все, что может пригодиться для полевой кухни, это компактные горелки, некоторые привезли продукты. Значит, и вот сегодня мы грузим, завтра последний день, кстати говоря, когда можно еще что-то, кто пожелает предоставить к нам в ОНФ на улицу Курашова, 29, где располагается наш Народный фронт, 501 кабинет. Вот, и все это поедет прямиком, значит, в Луганск и в Ростов. Мы нашим коллективом колледжа, значит, купили квадрокоптер, передаем также нашим военным. Мы сейчас вот совместно с магазином «Прогресс» вот закупили это необходимое теплое и важное оборудование для наших земляков. И хотим, конечно, чтобы все они живыми, здоровыми в первую очередь вернулись. Людмила Николаевна, я хотел бы искренне поблагодарить вас за то, что вы пришли в эту студию. У нас состоялся очень такой интересный разговор и про образование, и про воспитание, и про вашу позицию как одного из лидеров Общероссийского народного фронта в Якутии. Я хотел бы пожелать вам всяческих успехов, прежде всего крепкого здоровья, ну и передать большой привет вашему коллективу, чтобы у вас все намеченное свершалось во благо нашей отчизны. Спасибо большое, Русланка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!